Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр, мы продолжаем проходить карьеру тренера в игре FIFA 17, возглавляем футбольный клуб Оренбург, идем на первом месте в чемпионате страны, закончилось у нас трансферное окно, теперь уже состав не изменить до зимы и у нас два матча в ЦСКА в этой серии, насколько я помню, давайте проверим. Так ли это? Да, сначала в чемпионате, потом в чемпионате с Краснодаром, но потом еще и кубковый матч против ЦСКА, не просто нам будет, сразу говорю, но будет интересно. Ну что ж друзья, время тренировки и вместо Ефремова я поставил Гошева, вратаря нашего, тренироваться, все защитники также остаются на тренировке под названием Эль Ронда, именно эти тренировки у нас будут до зимнего трансферного окна, то есть до середины сезона. Пол сезона будем тренировать линию защиты, пол сезона линию полузащиты и нападения, я думаю, что как раз таки зимой мы будем уже покупать молодых перспективных полузащитников и будет кого тренировать. Ну а пока вратарь и защита. Тренируйтесь, посмотрим, справятся ли они сегодня с тренировками. Ну смотрите, Гошев уже начал качаться, Флоранус до 63 поднялся. Блин, 58 нашего вратаря рейтинг, 58, я надеюсь хоть что-то он будет вытаскивать. И Дмитрий Абакумов сразу же обращается к нам с просьбой, чтобы он сыграл с ЦСКА, на самом деле, ну по идее, по идее он должен играть, конечно же, против армейцев, но у меня другие планы на этот счет, у меня планы прокачивать наших молодых игроков, поэтому Гошев будет в старте. Извини, Абакумов, ты тут ни при чем, ты хорош был, но мне нужно развивать молодежь. Итак, нападение Прудников, атакующие полузащитники Нихайчик, Бамба, Ефремов, опорники Георгиев, Афонин, защита Тегиев, Анану, Массальский и Флоранус, на воротах Гошев, это состав против армейцев. Ой, друзья, не просто нам будет, играем против чемпионов, между прочим, действующих, но на самом деле, вот надо обезвредить главные Трауре, для этого у нас есть Массальский, хотя ему будет тяжеловато с Лосиной справляться, но тем не менее. Ну и, конечно, быстрые фланги ЦСКА и креативный центр тоже надо обезвредить, короче, непростая задача, но мы будем с ней как-нибудь справляться. Итак, играем в гостях, это Понтус Вернблум, насколько я могу его узнать, могу, кстати, ошибаться, может, это и не он. Слабо тут, похоже, игроки Российской футбольной премьер-лиги в большей степени, Алексей Бараховский, обслуживает сегодняшний матч. Итак, ЦСКА Оренбург, поехали. Первый угловой у наших ворот, и ЦСКА, похоже, разыгрывает, да, Тошич. На линию штрафной, я думал, они будут забрасывать сразу на Трауре, но нет, они разыграли, Тошич. И хочет подать, я вижу, он хочет подать, да, владеет долгим мячом, над Хобиберс. Отбора нет, Афонин пролетает мимо, Трауре. Слушайте, я пока вообще не владел мячом, ЦСКА со стартового свистка не отдает нам мяч, вообще. Передача в разрез, и если бы это был не Василий Березуцкий, а какой-нибудь нападающий, я думаю, счет был бы уже открыт. Травма, друзья, травма у ЦСКА, и кто это? Зоран тоже травмировался. Когда успел, я не знаю, сначала держался за ногу, потом стал держаться за плечо. И Алексей Ионов вместо него. Вынужденная замена у Леонида Слуцкого на 15-й уже минуте встречи. Удар в одно касание, первый сейв Гошева, ребята. С чем мы его и поздравляем, но правда подбор за ЦСКА. Я просто, ничего у меня не получается, ребята. Вот это, наверное, первый матч, где я действительно ощущаю легенду. Но еще с Локомотивом был похожий матч, где мне соперник ничего не позволяет делать. Действительно чувствуется, что играем с чемпионом страны. Бамба! Развернулся, попадает опять под прессинг. Бамба, здорово, разрезающая передача, и в центр! Алексей Березуцкий прочитал сейчас на опыте. Афонин, пяточкой. В одно касание здесь, Нихайчик. В разрез! И снова братья Березуцкие здесь все вычищают. Игнашевича в стартовом составе, прошу заметить, нет. Играют братья. Марио Фернандес у мяча. Навес. Как, ребят, меня подзаколебал Лосина Трорес со своим корпусом. К нему вообще не подступиться, когда он ставит корпус. Так раздражает вообще. Ошибка Тегиева. Да, атак у Оренбурга в первом тайме вообще не было. Ионов. Подача! И вот Масальский, браво! Масальский, какой отбор! И это может быть контратака! Бамба! Пяткой получает пас от Прудникова. Снова Бамба! Прудников! И Бамби вырезать! Но здесь опять братья. Да что ж такое? Через центр вообще не пройти. Они очень грамотно располагаются. То есть позиционно играют. Не дают сделать эти проникающие передачи. Флоранус подключается. Можно навесить. Подача! Бамба! Почему-то не выбирался у меня. А выбрался Нихайчик. Нихайчик. Другой фланг уже. Еще один навес. И снова. Снова Василий Березуцкий. То Василий, то Алексей. Все вычищают там. Как бы поступиться к ЦСКА? Тегиев. Навес. На дальнюю штангу, кстати. И можно пробить отсюда. Это была скидка Алексея Березуцкого на подстраховки. Но я боюсь большими силами идти вперед. Флоранус. Надо в стеночку сыграть с бамбой. Здорово! Флоранус! Прострел! И забивать надо до Прудника! Флоранус! Голевой пас! Все-таки вскрыли с фланга. С фланга все-таки вскрыли оборону ЦСКА. И главное, что Прудников завершил эту комбинацию как следует. И отклеился от братьев. Отклеился. Вот смотрите, сейчас будет повтор этой атаки. И Чепчугов недоволен. По-моему, это Чепчугов не Акинфеев. Смотрите, здесь бамба. Разрезает. Флоранус подключается. И прострел. Видите? Алексей Березуцкий не удел. А Василия вообще нет в штрафной. Я не знаю, он там, видимо, опоздал. Да, он только бежит. И, пожалуйста, Чепчугов пропускает. 1-0. Прудников. Перетерпели мы и в гол в раздевалочку. 44-я минута. Но там по статистике владение у меня процентов, наверное, 30. Может быть, 40 максимум. За этот первый тайм. Ложный замах от Ефремова. Опять Флоранус пришел в атаку. Нехайчик. Уходит от двоих. Можно подавать. Была рука, но руки выключены. Первый тайм завершен. Очень напряженный первый тайм. Особенно первые 30 минут, когда ничего у меня не получалось. Так, где тут статистика? Вот она, да? Видите? Один удар у нас всего был. 58 на 42. Но все-таки я побольше владел мечом. 9 отборов у меня. Одно нарушение. Один угловой. Точность пасов 91% у ЦСКА. Вот запомните эти цифры. Поэтому крайне сложно против них. Но, кстати, с уходом Тошича стало полегче. Честно говоря, с травмой Тошича. Поехали. Второй тайм. Бамба. Какой пас разрезающий. Прудников. Пенальти. Это пенальти, ребята. Алло, судья. Бараховский. Ты это чего? Странное решение. Ну ладно. Бам. Ммм. Какой неточный пас от блага. Передача в разрез. Гошев на выходе. Молодец. Пока радует меня вратарь. Несмотря на свой низкий рейтинг. Видно, что потенциал у парня есть. Бамба на скорости отрывается от защиты. Медленность защиты ЦСКА. Бамба. Бамба. Забивай. Прямо в Чепчугова пробил. Прудникова не стал уже искать пасом я. Назад. Хорошо. Нехайчик. На ложном движении. Долго очень он делал этот ложный замах. Открытая игра пошла. Это на руку, наверное, ЦСКА или нам. Не знаю. Афонин. Бамба. Прудников. Открывается по флангу. Там Ефремов. Получает мяч. Ефремов. Удар в дальний угол. Выше ворот. Какой шанс. На дальней штанге можно было, наверное, найти опять-таки Прудникова. Нет, Прудников был в центре. Там бамба был. Но тут можно было попасть в дальний верхний. Чуть-чуть не хватило точности Ефремову. Роман Ерёвенко выходит у ЦСКА. Это усиление, конечно. И сразу он включается в игру. Отдает хороший пас на Головина. Головин передержал здесь мяч. Выйти из-под прессинга. Хорошо. Флоранус по флангу. Здорово. Смещается в центр. Играя стеночку опять с бамбой. Флоранус. Прудников. Долго, долго, долго. Алексей Березуцкий накрывает прессингом и переводит на другой фланг атаку. Нам срочно нужно делать замены. 62-я минута встречи. Неплохо держимся. Так. Давайте попробуем Габулова выпустить. Ага. На правый фланг. Хотя он медленноват, конечно, для флангового игрока. Ну и Саная. Центр нападения. Одну замену придержим на всякий случай. Масальский. Отличный отбор очередной. Бамба. Фланг открыт. Долго очень он делал эту передачу. Опять ЦСКА успевает накрывать. Накрыть. 71-я минута встречи. Есть у нас пространство для контратак, но не можем пока ими воспользоваться. Им воспользоваться этим пространством, потому что ЦСКА безраздельно владеет мячом. Как хорош сегодня Флоранус. И снова по его флангу атака. Надо развернуться здесь. Да, здорово. Чуть назад сыграть. Афонин Георгиев. Благо сегодня не столь заметен, но и не надо. Он зато в обороне отрабатывает очень хорошо. Бамба. Саная свеженький. Можно Бамбу найти здесь передачей. И мяч застрял на Бабкине, как бы это ни звучало. На фланг. И снова не проходит. Чуть-чуть нам не хватает. 81-я минута встречи. Ребята, надо чуть-чуть продержаться. И будет очередная победа со счетом 1-0. А лучше забить второй мяч. И решить все вопросы. Перехват в центре. Еще один перехват в центре. Габулов. Браво. Бамба. Ну, Саная, открывайся. Я тебя прошу. Саная. Чуть назад пришлось сыграть, потому что не было вариантов впереди. По крайней мере, я не увидел. Благо. Ошибка. Устал. Устал опорник. Устал опорник. Назад. Назад. Нужно бежать. Срочно. Срочно. Не разрывать линию обороны. Не выбрасываться на игроков ЦСКА. Главное. А вот здесь новичок какой-то ЦСКА. Я такого не знаю. Игрока у них. Нарушение правил с нашей стороны. Штрафной в сторону наших ворот. ЦСКА исполнит. Навес. Там наверняка Траурека рулит. А Трауре заменили, что ли? Ну и без этого очень опасно. Спокойно. Афонин. Все. Хладнокровно. На опыте. Благо Георгиев. Давайте. Давайте. Оренбург. У вас еще есть силы. Я верю вас. Бамбу нашли. Это уже здорово. Бамба. Видит. Видит забегание Нихайчика. Нихайчик еще есть силы. Есть. Бамба. Саная. Пяточкой на Бамбу. И сил уже нет. Все. У Бамбы кончились силы. Хотя он мяч сохраняет. Смещается. Передача. Афонин. Бей. Удар Афонина. Чипчугов. Хороший сейв. А мяч-то в угол летел. На самом деле. Фух. Время что ли потянуть? Я не знаю. Давайте правду время потянем. Попробуем по крайней мере. Бамба. Благо Георгиев. Вот у него хороший корпус. Можем потянуть. Все-все-все-все-все. Нормально. Габулов. Свеженький. И подавай. Флоранус. Подача. Саная не выиграл борьбу. Ну все, судья. Свести. Там уже время должно закончиться. Да, дотянули. 1-0. Победа, друзья. 1-0. Оренбург выигрывает у действующего чемпиона страны. Мы продолжаем свое шествие на первом месте. Продолжаем удивлять всю российскую премьер-лигу. Всех российских журналистов. Все спортивные издания. И так далее, и так далее. Телевидение. Я думаю, тут вы очень много об этом писали. Удивлялись. И восторгались. Такой игрой Оренбурга. Как это было с Ростовом в прошлом году, допустим. Да, 1-0. Гостевая победа причем. Но эта победа не столь важна, сколько будет важна победа наша в кубке. Помните, да, у нас задача от руководства выйти в четверть финал кубка. А в 1-8 у нас соперник как раз ЦСКА. Ударов было очень мало в этом матче. Но плотная борьба зато. Все 90 минут. Флоранус. Лучший игрок встречи. Я с этим абсолютно согласен. Ну и благо Георгиев, хоть я и говорил, что он незаметен. Смотрите, 8-0 оценка. Бамба, 8-2. Афонин, 8-2. Вот сейчас, ребят, без нарезки просто нажимаю продолжить. Смотрите. Нажимаю продолжить. Вообще ничего не вырезая. Сразу переходим в настройки. Вот, настройки. Смотрим. Сложность легендарная. Это для тех, кто не верит. Здесь смотрим. Ползунки все по 50. Настройки ИИ. Настройки пользователя. Настройки. Ползунки все по 50. Это для тех, кто мне не верит, что я играю на легенде. И все по умолчанию. Ну это так. К слову. Дальше, значит, входящие сообщения. У нас тут Жунич. Ой, блин, мы его не продали, да? Так его и никто не купил. Плохо. Будет сидеть у нас на банке. Так, кстати говоря, что у нас там по задачам? А, это был гостевой матч, поэтому задачи не могут быть выполнены. Значит, рассчитаем тренировочки. Смотрим. Я думаю, что... Да, Гошев прокачался. 59. Анану 65. Масальский 59. Красавцы. Я говорю, качаются не подняв, а по часам. Наши защитники прибавляют в трансферной стоимости. Ну что ж, следующий соперник у нас нисколько не слабее предыдущего. Это футбольный клуб Краснодар. Он располагается на шестом месте в турнирной таблице. Как видим, что Рубин и Анжи уже имеют по 17 баллов, как и Оренбург, наша команда. Но если мы победим, мы на три очка оторвемся от наших преследователей. Поэтому важный матч с Краснодаром. И, конечно, будем играть на победу. Давайте посмотрим на состав. Состав я менять не буду, наверное. Победный состав не меняют, да? Я думаю, что и Прудников заслуживает остаться в старте, потому что он все же гол забил. Единственный наш победный. Поэтому просто начинаем матч. Ну что ж, друзья, это домашний матч. И, судя по картинке, да, уж 85% трибунта точно заполнено. Мест выкуплено, билетов выкуплено. И считаю, что мы справились с задачей руководства 5 матчей. Собрать на 5 матчей большую аудиторию. На 5 домашних матчей, конечно же. Полный стадион в Оренбурге. Ну и тут такие соперники у нас еще в начале чемпионата, что грех было не собрать. Стартовый свисток прозвучал. Оренбург-Краснодар. Поехали. Господи. Какой подкат от Тегиева сейчас. Подкат. Можно его назвать спасение. Прямо в кавычках. Подкат спасение. Потому что если бы не он, Жуазиня бы сейчас убегал. Бамба. Обманывает защитника. Раз. Обманывает два. А пробить все равно не дал ему. Четвертый номер Краснодара. И Бамба мог сейчас забить. Какая подача от Нихайчика пошла. Ошибся на выходе. Критсюк по-моему, да? Ой-ой-ой. Просто в пустые ворота. А нет, Фельцов вроде на воротах. А где же? А, Синицын вообще. Синицын. Фельцов уже вроде уже не в Краснодаре. И вообще он был там. Что-то я не знаю, почему я вспомнил Фельцова. Синицын на воротах. И он вот так вот ошибся. Прудников, ну выиграй ты борьбу там у Гранквиста. Уже несколько хороших навесов. Идет в твою зону, а ты никак. Афонин, отличный перехват. Но сейчас нужно решать. Аккуратненький пас Гранквиста. Все читает. Ты посмотри. Было два варианта сейчас. Либо навешивать вдаль на Прудникова, на дальнюю штангу. Либо на ближнюю Бамби выкатить. Выбрал ближнюю штангу и прогадал, судя по всему. Георгиев. Перевод на дальний фланг. И это обрез. Это ошибка. Федя Смолов. Ой-ой-ой. Газинский. Три в два выход. Заброс. Не лучший заброс, на самом деле. Здесь Массайский вытянул ногу. Без травмы обошлось. Все нормально. Прервал атаку. Ну, тут Тегиева, конечно, с нарушением правил остановили. И он тоже поднимается. Не дай бог, травмы пойдут. Я знаю, что в этой FIFA довольно часто случаются повреждения у футболистов. Харрикейн перешел за 54,5 миллионов евро в Манчестер Юнайтед. Я не знаю, в чем прикол покупать еще нападающих Манчестеру. Мауринио там совсем с ума сошел. Совсем с ума сошел. Так, ну что, навесим. Благо Георгиев. Подача на Афонина. Ну, это, конечно, не главный кандидат для навеса. Да что ж такое-то? Ну, ребята, опять с рикошета нам забивают. Очень часто мы пропускаем именно вот такие какие-то странные голы. Смотрите, здесь все вроде было перекрыто. Отняли мяч. Потом двое наших столкнулись. Нехайчик и Тегиев. Дальше рикошет от защитника. И в одно касание с лету пробивает Кабаре. Точно в угол. 1-0. Краснодар впереди. И такой во многом курьезный гол. Но все-таки мы пропускаем. Нужно отыгрываться. Здорово. Бамба. Все в одно касание там разыграли. Бамба. Придется скинуть на фланг. Прострел Ефремова. Забивать надо. Нехайчик. Как же долго ты готовился к удару. Но ты забил с правой ноги. Красавчик. Ответ. Очень быстрый ответ от Оренбурга. Фух. И прошла эта передача. Ведь по линии штрафной. Я думал не пройдет вот здесь вот. От Ефремова. Но нет. Прошла и долго очень прицеливался. Ладно. С правой ноги. Главное что попал. Павел Нехайчик. 1-1. Бамба. Двоих накручивает. Уходит на фланг. Еще одного проходит. Здорово. На смене движения. И должен быть угловой по идее. Да. Угловой. Ааа. Весь фланг чуть ли не протаранил. Показывает нам Жуазини. Георгиев на подаче. Неплохо. Снова Нехайчик. Можно добить здесь. Ну же. Пробить надо было Прудников. А не принимать там мяч. Бамба скидывает. Благо. Бамба. Удар слет. Рикошет. Еще один угловой. От защитника был рикошет. Георгиев. Подача. В руки Синицыну. К сожалению. Масальский пробил. Но выиграл борьбу верховую. Первый тайм на этом завершен. 1-1. 1-1. Друзья. Тяжелый матч. Конечно же. Я и не ждал иного. Потому что это Краснодар. Здесь Федя Смолов и Жуазини. Они творят все комбинации в атаке. И их тяжело сдержать. Какая классная игра в пас. Тигиев. Подача. А вот подача плохая. Все до подачи было идеально. Вся комбинация. От нашей практически штрафной. Она была проведена. На левом фланге атаки. А вот дальше. Неудачная подача Тигиева. Эх, Флоранус. Оставил фланг. Естественно, Масальский не поспеет за Жуазини. Здесь нужно крыть. Крыть двух нападающих. Жуазини разворачивается. А вот уже и Флоранус. Вот с ним в скорости может. То есть он с Жуазини может в скорости посостязаться. Бамба передержал. Там не мог открыться. О нет. Я думал травма. Нет, с Бамбой все в порядке. Не дай бог травмируется у нас Бамба. Он главный у нас диспетчер на самом деле. Всего Оренбурга. Нихайчик, Тигиев. Нужно, нужно искать зоны свободные. Нужно. Хорошо у нас мяч ходит. Прудников открылся. Хорошо. И нет. Обратная передача на Бамбу. Это 62-ая минута встречи. По традиции делают замены. Габулов выйдет. Вместо Нихайчика на сей раз на левый фланг. Делькин на сей раз заменит Прудникова. Так. Ну и Георгиев пойдет на место, наверное, центрального атакующего полузащитника. А на место опорника выйдет Воробьев. Ефремов доиграет до конца, как и Афонин. Очень надеюсь на то, что они выдержат. Благо. Ну вырежи. Отлично. Воробьев. Просто забивай. Свежая кровь. Никогда нам не помешает. 2-1. Бегу к камере праздновать. Бьет по эмблеме Воробьев. Великолепный выход. По-моему, опять одним касанием. Первым касанием. Игрок, выходящий у нас со скамейки, решает эпизод. И выводит Оренбург вперед. Ну тут дело техники забить было, конечно. Все для него сделали партнеры. Провалилась оборона Краснодара. Они очень мощно прессингуют. Они хотят, конечно же, выиграть. Это видно. Раскрываются немного. Мы этим пользуемся. У нас и пятки пошли. Делькин налево. Габулов свежий. Свежий Габулов разворачивает двоих. Здорово. И передачу вырезать. Дальше пяточка. Пустые ворота. И закатить просто нужно. Не заходит мяч. Да ё-моё. Ну. Сумасшедший момент. Там пяткой выкатили на пустые. И защитники только помешали. Надо было вколачивать. А тут Синицын уже успел. Ё-моё. Благо Георгиев. Подача. Синицын. На сегодня на выходе хорошо. Масальский. А вот у Джози не его опередил. Масальский до конца пошёл в борьбу. И мяч выиграл. Надо кому-нибудь сыграть. Да. Воробьёв. Снова Масальский. На фланг. Габулов. Свежий Габулов. Вот он хорошо корпус ставит. Это мне нравится в нём. Флоранус. Отсюда выстрелить. А ведь в створ пошло. Удар низом. Для высокого вратаря это не подарок. Но Гошев справился. Красавчик. Отличный сейв. Главой у наших ворот. 88-я минута. Осталось немного продержаться. Благо Георгиев. Воробьёв на подборе. Нарушение правил. Это нарушение со стороны Кабаре. Судья, ты был совсем близко к эпизоду. Почему ты не свистнул? Вверх выиграли. Афонин. Пяточкой здесь. Торбинский играет на Нальдо. Снова Афонин в отборе. Хорош. Афонин просто всё выжигает в центре у нас. Вместе с Благо Георгиевым. Как я их буду менять потом? Эту пару опорников я не знаю. Есть у меня конечно на примете. Парочка ребят. Которые могут их достойно заменить. Молодых ребят конечно же. Флоранус здесь Жозиньо на перегонки. И ведь выигрывает в скорости зачастую. Потрясающе просто. В одно касание всё. Да друзья это победа. Со счётом 2-1. Наверное. Во многом даже. Она далась нам тяжелее чем с ЦСКА. В прошлом матче. Ну впереди кубок. Впереди 1-8 финала. Это матч наверное самый важный в этой серии. Хотя и эти все важны матчи. Потому что. Такими темпами мы идём к чемпионству. Я не знаю. Мы не проигрываем. И пока было только 2 ничьи по-моему. Остальные победы. По-моему такого успешного старта карьеры. И ни в какой FIFA у меня не было. Учитывая ещё уровень Оренбурга. И то что я там купил. Игроков даже слабее чем были в оборону. По скиллам изначальным. Правда они развиваются конечно. Но не стоит забывать о том. Что пока они разовьются. Нужно чтобы прошло время. И потерпеть. Так смотрите. В 3 раза мы перебили Краснодар. А кто лучший игрок матча у нас? Благо Георгиев. Ну это традиционно. Ну что ж ребят. Мы добились минимальной посещаемости 85% в 5 матчах подряд. Эту задачу мы тоже выполнили. Осталось выполнить задачи по результатам команды. Это то есть в чемпионате избежать подвала. Но я думаю мы уже с ней справились. Даже если начнем терять очки налево направо. Мы в подвале не окажемся. Уже хороший запас. Ну и в кубке выйти в четверть финал. Эту задачу мы будем решать прямо сейчас. Поздравляем Тегиева с отметкой его общего рейтинга 72. Итак кубковый матч против ЦСКА. Как видите некоторые игроки у нас здесь немного подустали. Поэтому выйдет у нас Гавулов на правый фланг. С первых минут выйдет Воробьев вместо Афонина. Афонин это конечно потеря. Он там как бульдог просто вцепляется во всех атакующих полузащитников соперника. И выгрызает у них мячи. Постоянно раз за разом. Но что делать? Воробьев в хорошей форме. Так что я надеюсь он не подведет. Флоранус устал. И Масальский. У нас весь правый фланг почему-то устал. Ну и я думаю Малых. Он тоже в отличной форме. Раз мы его не продали пусть выйдет. И центрального защитника нам нужно. Андреев в отличной форме. Либо Оеволе. Ну давайте Андреева. Да со Спартаком. Вы помните. Со Спартаком от него отскакивали мячи. И нам забили. Но не его вина. Просто так случилось. Ефремов подуставший. Наверное. Даже не знаю. Не ну. Он подуставший конечно. Но мало ли. Все таки может выйдет. И я поставлю Санай в старт. А Прудников выйдет на замену. Как усиление игры. Тегиев. Георгиев. Анану. Все остальные будут терпеть играть. Ну. Даже не знаю. Кого еще можно в запас отрядить. Чтобы если что. Вышел. Усилил игру. А. И конечно. Главная замена. Это Абакумов. В кубке именно сыграет Абакумов. Ну. Вы понимаете почему. Потому что там могут быть пенальти. И. В этом плане. Я доверяю конечно. Больше. Абакумову. И. То что он тащил у нас в предсезонном турнире. Надеюсь он продолжит это делать и здесь. Георгиев тоже подуставший. Но не особо так сильно. Померка если что. Вместо него. Выйдет. И наверное. Стоит поставить все таки Батова. Вместо Афони. Но сюда. Да. Все. Поехали ребят. Важный очень матч. Трауре разводит мяч в центре поля. Вместе с Еременко. Который на сей раз в стартовом составе. Цауня тоже в старте. Состав немножко у ЦСКА другой. Но это и понятно. Ротация. Все таки кубок России. Прорыв по флангу Габулова. Хорошо он там открылся. Можно вернуть мяч. Набабкин здесь дежурит. Нет такого прессинга от ЦСКА. Как был в матче чемпионата. Сразу вам скажу. Меня это даже немножко удивляет. Может быть они рассчитывают на контрыпады. Воробьев. Проходит. Проходит. Надо простреливать. И забивать. Нехайчик. Вколотил. Специалист. Специалист по ЦСКА. И не только по ЦСКА. Он же ЦСКА забил. Или нет. По-моему Прудников забил ЦСКА. Он забил Краснодару. Ох. Упустили здесь армейцы его. На дальнем углу. Вратарской скажем так. И там просто в пустые вколотил. Нехайчик. 1-0. Отличное начало кубкового матча. И я заметил, что в этой встрече у ЦСКА на воротах Игоря Кенфеев. А вот это было плохо. И это нам повезло. И Трауре травму получил. Я скажу браво Абакумов. Потому что именно он сейчас нас выручил. Ногами вытащил удар в упор головой Трауре. Который конечно же переиграл наших защитников в воздухе. Я думаю тут никто не удивится. Это удар по ноге Ионову был. И Трауре вроде бы восстановился. Все нормально. С ним нет никакой травмы. Нет никакого повреждения. Был шанс у ЦСКА ответить нам. Нехайчик. Нехайчик. Подача. Акинфеев. Ну вот видите как уверенно на выходе играет. Сразу же видно что Игорь на воротах. Бамба убежит от защитника или нет? Ну тут Марио Фернандес. Тут немедленный защитник. Габулов. Разворачивает Фернандеса. И пас. Ну еще раз можно было отдать. Надхо здесь подстраховал после подката русского бразильца. К сожалению Габулов не успел все-таки сделать передачу туда куда я его просил кнопочкой А. Бамба. Ложный замах. Зачем да? Я вот думал сейчас пробить сразу или сделать ложный замах и постараться найти открытых партнеров. И выбрал неправильное решение как видите. Малых. Подача. Там опять братья Березуцкие. Хотя вроде нет. Там другие защитники в этом матче играют. Вроде бы Виктор Васин даже. Хотя откуда бы ему тут взяться? Они же или нет. Я что-то путаю. Нет. Он вроде бы не в аренде сейчас. Я просто помню что его раньше в аренду отдавали ЦСКА. Может быть и сейчас. Или это Чернова отдали. Я путаю их молодых российских защитников. Хотя. Именно Вася не такой уже молодой. Так что напишите в комментариях знатоки армейцев. Что там с обороной. В этом сезоне. Габулов. Еще один разворот. Здесь он на Бабкина крутит-вертит. Несколько раз. Ну и угловой. Можно хорошо подать. Благо Георгия в подаче. А на ну. А скинуть. Санай скидывает на Бамбу. Габулов. Еще один навес. На дальнюю штангу. Марио Фернандес. Санай. Не туда пас. Ой не туда. Я давал на левый фланг. Вы видели там открытый. Совершенно один был партнер. Ах. Хифа. Все таки временами ты делаешь не то что я тебя хочу. Ну ладно. 1-0 после первого тайма. Вполне себе спокойный матч. Я даже удивлен. Есть у нас игровое преимущество. Устал правда благо Георгиев. Но пусть пока терпит. Чуть попозже. А померка его заменит. Воробьев. А зачем этот пас ты е-мое. От Игоря чуть мяч все равно не зашел в ворота. Господи. Я лишний раз случайно нажал кнопку паса на ход. Серьезно. Я сейчас хотел ударить. Но нажал другое. Такое бывает. Ребят. Простите. Тут надо было конечно забивать. Мы опять вскрыли оборону ЦСКА. Акинфеев в итоге конечно спас. Армейскую оборону. Так. Бамба очень устал. Георгиев очень устал. По мерку раз. Вместо бамбы таково. Батова поставить. Он может нам всю игру конечно. Ну давай Габулова тогда в центр. Ну и Саная. Блин. На фланг тебя что ли поставить? Как у тебя со скоростью? Скорость у него не очень конечно. По сравнению с Нихайчиком. Ну пусть сыграет на фланге. А в центр выйдет Прудников. На последние минуты додавливать. И это первый гол нашего новичка. А на ну друзья мои. А на. Я хотел. Я хотел побежать к запасным праздновать. Но. Там оказался запасной ЦСКА. По моему. Да это запасной ЦСКА. Игорь Акинфеев по моему задел. По моему задел сейчас. Да да да. Задел но не спас в этот раз. 2-0 друзья мои. Знаю что я очень часто. Произношу. Друзья мои друзья. Надо отвыкать. Дорогие зрители. 2-0. 57-я минута встречи. И все у нас вроде бы получается. Но я так боюсь какого-нибудь кризиса. И какой-нибудь подставы от FIFA. Которые очень часто случаются в подобных ситуациях. Поэтому давайте доиграем матч спокойно. Опа. Все-таки судья зафиксировал нарушение правил. А. Я уж думал у линии штрафной. Нет. Он раньше зафиксировал. Щенников вместо Набабкина. Странная замена. Леонида Викторовича. Но наверное. На усиление левого фланга. Хорошая комбинация. Но опять. У ЦСКА. Что в том матче. Когда мы играли в чемпионате. Что сейчас. На ударной позиции оказываются игроки. Которые завершать. Ну не умеют. Такие моменты. Это не их дело. То Василий Березуцкий. То вот сейчас Понтус Вернглум. И понятное дело. Что у них удары. Получаются так себе. Крудников. Воробьев в центре. Габулов. Не получается сделать передачу точную. Батов. От своей бровки между прочим. В смысле бровки. От своей штрафной. По всей бровке. Все поле пробежал. Навесить не дали. Не страшно. Попробуем на ближнюю штангу. На сей раз. Подача. Удар. Игорь Экинфеев. Ногой. В этот раз выручил ЦСКА. Батов. Играл борьбу. Андреев. Но нет. Только не им же бить издалека. Согласитесь. Центральным же защитником. По мерку. Тегиев. Так. Спокойно. Спокойно. Раскаточка получается. ЦСКА как ни странно. А вот этот пас куда? 74-я минута. 2-0. Мы в шаге от того. Чтобы выполнить абсолютно все задачи руководства Оренбурга. За первый сезон. Уже сейчас. Уже сейчас. Уже в шестой серии. Да. Получается. Очередной сейф Игоря Кенфеева. Батово там. Как только не пытались остановить и подкатами. И зацепами. Но он все-таки пробил. И сейчас чуть второй защитник не отличился. Наш Андреев. На сей раз. Анану. На фланг. Саная. Который центральный нападающий у нас играет на фланге. Да. Вынужденно. Отличный отбор. Но у нас три центральных нападающих. Надо же их как-то использовать. Ай-яй-яй-яй. Техники не хватает. Вот в таких передачах. Нашим ребятам. Но ничего. Все еще впереди. Восемьдесят девятая минута встречи. Я на самом деле сейчас уже последние минуты играю просто в удержание мяча. Да, друзья. Оренбург проходит ЦСКА, похоже, в Кубке страны. Ой-ой-ой. Ставил корпус Саная. На нем нарушили правила. Многие пишут. Ну, не многие. Наоборот. Их очень мало. Но находятся люди, которые пишут, что... Почему? Ну, типа я играю там на Легенде. Меня там прессингуют. Ребята, у вас должен очень быстро ходить мяч. Когда быстро ходит мяч, когда быстро игра в пас, то боты тупо не успевают начать прессинговать. Вот видите, он ко мне только сейчас подбежит, и я отдаю передачу. И все. Понятное дело, что там в какой-нибудь Лиге Чемпионов нам так не дадут распасовываться. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Дальний удар Воробьева. Кинфеев сейвит. И очень уже жду второй сезон, потому что... Ну, мы должны выходить в Еврокубке и там себя показывать. Понятное дело, что все может кардинально поменяться. И мы начнем терять очки налево-направо. Всякое может быть. Но пока все получается. И получается все легче и легче с каждой серией. Я чувствую, что все увереннее и увереннее играет FIFA 17. Фредерико Нанун нам его показывает. Скорее всего, он лучший игрок этой встречи. Потому что мы не пропустили это раз, и он забил это два. Давайте посмотрим, так ли это. Нет, нет. Роман Воробьев. Как всегда, опорный полузащитник у меня. Лучший игрок встречи. Это знаете, у меня такие хави во всех командах. Что в Ultimate Team, что здесь. Везде, короче. У меня вот либо левый опорник, либо правый опорник. Лучшие игроки встречи. Это у меня хави и не ест. Вот серьезно. Я играю, видимо, в таком стиле. Ну, смотрим рейтинг. Вообще все хорошо сыграли. Прудников не очень так заметен был. После того, как вышел на поле. Но там уже мы особо в атаку-то не стремились. У ЦСКА было всего два удара. Один в створ. Статистика говорит сама за себя. Они в чемпионате с нами сыграли намного лучше. Можно оценить другие кубковые встречи, которые уже завершились. Половина сетки уже сыграли свои матчи. Зенит сразу вылетел. Проиграл Краснодару 1-2. Терек уступил Анжи в дерби кавказском. Амкар крылья 1-2. Ну и наш матч. В правой части сетки идут и Лока, и Рубин, и Спартак, и Ростов. Интересно. Ну, у нас тут тоже были фавориты. Правда, двое из них встретились между собой. А третий играл с нами и вылетел. Ну, ладно. Итак, я хочу быстрее зайти вот сюда. И посмотреть. Да, галочка стоит. Друзья, ну, я не знаю. Везде галочки. Финанс не было задач. Подожди, как дойти до четвертьфинала? Я же вышел. Я же вышел в четвертьфинал. Алло. Галочка должна... Галочка должна появиться. Скаут нашел всех, кому... Надо, кстати, им поставить новые задачи. Так, ожидание руководства перевыполнения. Вот, все. Теперь галочка стоит, да. Одна четвертая финала кубка есть. 95 у нас уже рейтинг. Давайте посмотрим, на кого мы вышли. И вообще оценим наше турнирное положение. Так, кубок у нас будет уже, я так понимаю, в семнадцатом году. На локомотив. Ну, е-мое. То ЦСКА, то локомотив. Значит, все-таки там неправильно была составлена сетка. И опять, до матча кубкового с локомотивом мы сыграем еще и в чемпионате. Такие дела. Такие дела. Что касается чемпионата. Ну, что, здесь у нас есть уже некий отрыв. Три очка. От Ростова на одну очку, но у них на матч больше. То есть, по сути, на четыре очка по потерянным. Да, три очка от Рубина, три очка от Анжи и пять очков от Зенита. Но у Зенита, опять-таки, на матч больше. Интересные преследователи. Довольно-таки неожиданные. Так, я бы хотел посмотреть. Так, это кубок России. Бомбардир я бы хотел бы посмотреть. Жуазини, лучший бомбардир. И Промес или Промес. Разные комментаторы по-разному ударения ставят. Я вот прям замечал. Наши-то тут есть. Наших среди бомбардиров так и нету. Да, но мы мало на самом деле забиваем. Но еще меньше пропускаем. Голевые передачи. Георгиев две. Прудников две. И Бамба две. Зато здесь есть наши ребята. Воробьев одна. И Сухие победы. Абакума все еще лидер. И Гошев уже одна есть. Он к нему подберется, я думаю. Думаю, что подберется. Кубок России. Абакумов. Желтые карточки. Красные карточки. Бомбардиры. Но тут не хайчики, а на ну. Просто молодцы. Вообще на самом деле, а на ну забил уже. Да, точно. Кстати, как там по прокачке? Давайте тоже глянем. Ради интереса. Вот допустим. Гошев уже плюс два в рейтинге. Смотрите. Только пришел уже. Уже прокачался. Флоранус плюс один в рейтинге. Владение у него тут опека. Длинный пас прибавляется. Масальский. Плюс два в рейтинге. А на ну. Плюс два в рейтинге. Тегиев. Плюс два в рейтинге. Как быстро качаются, да, ребята? Так. Ну, кстати, и Фремов. Плюс два в рейтинге. Бамбо. Плюс один в рейтинге. Он, кстати, тоже молодой. 24 года ему всего лишь. Вот его надо будет удержать обязательно. Так. А кто еще у нас тут? Деградация есть небольшая. Ухудшение показателей. Но они старенькие. Это нормально. Зато по мерку. Вон. 26 лет. Опорник. Плюс один. Кацалапов. Минус один. Да. Жунич. Плюс один. Не играет. Зато качается. 28 лет. Полуяхтов плюс один. Батов плюс один. В принципе, все развиваются. О, Сарсенов там. Я надеюсь, он играет в этой Александре. И тоже развивается. Плюс один у него есть. Ну что ж, ребят. Продолжим следующей серии. У нас там на очереди три матча. Опять с Уфой. Раз. С Уралом два. И с Арсеналом три. Тут будет большой отдых. Будем тренировать нашу защиту. Опять-таки. Ну что. Матчи, наверное, не столь, да, интересные, как с Циск. Или Краснодаром. Но вот с такими командами бывает сложнее играть. Вспомните наш матч с Амкаром. Когда они сели всей командой в оборону. И я так и не смог их взломать. Так что не стоит сразу нам вешать три очка в каждом из этих матчей. Но, кстати, не так долго осталось и до зимнего трансферного окна уже. Так вот, если подумать, то по сути-то три серии осталось всего лишь до него. Такие дела. Не забывайте про тысячу лайков. Ну да, очень хочу, чтобы за сутки опять эта серия набрала тысячу. И уже завтра появится новая. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.